Свет в салоне проверяли? Свет включаете в салоне? Свет в салоне. И левую сторону. Конкурс пассажирских перевозчиков проходил в Оренбурге все лето. Проверялось техническое состояние транспорта, квалификация водителей. Еще тогда перевозчики признали, правила жесткие, но справедливые. Приводится в порядок обшивка салона, напольное покрытие, сами кузова приводятся в порядок, все системы автобуса проверяются дополнительно, приводятся в порядок неисправные системы. То есть все, что необходимо делать, это делается. И в рамках этих осмотров приводится, скажем так, если не в идеальное, то в состояние отличное. Честно выигравшие конкурс перевозчики продолжили работать, но обнаружили, что на их маршрутах, как и прежде, полно нелегалов. Тех, кто не просто не выиграл конкурс, но даже и не принимал в нем участие. В настоящий момент у нас перевозчики, те перевозчики, которые проиграли в конкурсе, которые не смогли одержать победу, либо те перевозчики, которые не пошли на конкурс, вообще не ходили на конкурс, они продолжают работать на тех маршрутах, где работают перевозчики-победители конкурса. Но нелегалы отстаивают свою позицию. Говорят, сам конкурс прошел с нарушениями. Но почему-то говорить о них начали только после того, как подвели итоги, и появились победители и проигравшие. Получается не совсем, наверное, красиво, да? Нужно, значит, было лучше подготовиться к конкурсу и так далее. У них есть еще один вариант обжаловать, опять-таки в суде обжаловать результаты этого конкурса. Но результаты конкурса тоже никто не обжалует. Недовольные стороны обращаются с жалобами в Оренбургскую прокуратуру. Та заняла позицию перевозчиков, у которых имеется договор с городской администрацией. А это значит, что нелегалам с рынка все же придется уйти. Вопрос только в сроках. Сама ситуация, из-за которой все началось, на мой взгляд, должна получить единственное верное решение. Краеугольный камень – это вопрос о наличии данных договоров. Есть муниципальный правовой акт, который регламентирует этот вопрос. Соответственно, он должен исполняться. Меж тем, пока на дорогах наводят порядок, количество аварий с участием автобусов растет. Только за 8 месяцев этого года и произошло уже 50 таких ДТП. Один человек погиб. Водитель автобуса мне один раз пояснил, что пускай у меня лучше человек в автобусе упадет, чем я дорогую иномарку дарю. Человеческой жизни для многих водителей не представляется ценности. Для них гораздо ценнее железо, на котором они возят людей, и выполнить денежный план, который у них есть. Для того, чтобы отделить порядочных водителей от тех, кто думает только о заработке, и объявлялся конкурс, его результаты пассажиры почувствуют на себе уже совсем скоро. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев. Наше время.